Встречайте, Андрей Бурлуцкий, лучший тренер по речи голосовым техникам СНГ и кандидат искусствоведения с темой доклада управления манипуляцией. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Андрей Бурлуцкий, я действительно бизнес-тренер, заслуженный артист Украины по совместительству, кандидат наук, доцент ВАГ Украины, более 14 лет я преподавал в университетах, более 7 лет я занимаюсь тренинговым бизнесом. Мои ученики, телепроекты и мои путешествия, я тревел-блогер сейчас опять же по совместительству в инстаграме, на сегодня у меня 73 страны. Да, спасибо. Мои телепроекты, там «Вид пацанки до понянки», последний из «Фреймут» был, еще «Фабрика звезд», вы видите, далее мои тренинги открыты, «Национальная филармония Украины», где 11 лет я отработал, за что, собственно, был представлен в госнаграде. Мои образы из «Великой Резницы» по-украински, мои путешествия и я лицо «Лексус ИС-класса» в Украине. Спасибо. Еще я гордость Украины, 22-го в Одессе вручили награду. У вас сегодня гордость Украины. Мои клиенты – это международные компании, это банки, это топ-менеджмент, индивидуальные консультации, корпоративные тренинги, политики, это и администрация президента, и парламент, и правительство, звезды эстрады. Вот с этими святыми людьми мы работаем. Не я сказал Киплинг о том, что слова – это сильнейший наркотик. Все мое творчество и вся моя карьера была построена изначально на том, что я занимался техникой речи. Техника – это дикция, орфоэпия, дыхание и голос. И теперь я занялся еще и формой, единство содержания и формы. То есть не формой, а содержанием, вернее. Как мы формулируем речевой модуль? И что речевой модуль в итоге может сказать о нас, может сказать окружающим и адресату? Разберем сейчас немножечко, что же такое манипуляция. Перед этим я вам сообщу, что лучше всего эти знания еще и применять. Потому что вы знаете, сегодня со многими у меня первая встреча – это 7-9% того, что вы унесете. Запомните, если не запишите или не сфотографируете слайд. Поэтому лучше, чтобы вы это услышали, увидели, записали, применили. Вот это упражнение великого физика Ландау на креативность мышления. Нужно продолжить ряд и сказать, какая буква следующая. Вы знали, да? Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующая буква – В. Правильно. Вы не знали? Точно? Вы креативный, да? А, так, аплодисменты, товарищи креативные. Недаром вы в первом ряду правильно делаете. Да, это для разминки. А теперь про манипуляции. Я много выписал разных определений, их около 12, они все точные и так далее. Я вам их не даю. Даю общее то, что психология сегодня называет манипулированием. Это обязательно способ управления, обязательно скрытый характер и обязательно манипуляция идет в разрез с волей адресата. Скажите, вас что-то напрягает здесь или все три пункта справедливы? Всегда ли справедлив один из пунктов? Скрытый характер, да? То есть мы иногда и даже очень часто понимаем, что нами манипулируют. Мы догадываемся, да? И если к психотерапевту приходит пациент и говорит, доктор, я чувствую, мной манипулируют, то значит не такой он уж и скрытый. Я с вами согласен. Но психология говорит все равно про скрытый характер, все равно про достижение эгоистических целей и все равно про подавление воли адресата. А если удалось, то в общем-то уже это не адресат, а жертва манипуляции. И, конечно, манипулятор делает все так, чтобы жертва как будто бы сама захотела это сделать. Но манипуляция это зло или все-таки в нем сама жертва заинтересована? И сама жертва дает возможность собой манипулировать. Она практически всегда очень сильно заинтересована. И на первом этапе манипулятор удовлетворяет какие-то ее потребности. Поэтому пристройка-то и работает манипулятора к этой жертве. Объяснить, в чем вопрос? Нет? Понятно. Хорошо. То есть это взаимообмен, при котором на первом этапе есть он, а потом, конечно, идет подмена, и манипулятор обманывает жертву и использует в корыстных целях. На трех первых ступенях работают с нами люди из нашего социума, да, из работы, может быть, это на улице встречается, физиология, безопасность и общение. А вот на ступенях признания и самовыражения работает кто? Уже наш самый близкий круг. Родственники, люди, с которыми мы живем, которые хорошо нас знают. Вот это упражнение я даю обычно на тренингах, да, не потому что с комплиментов въезжает в общение с нами манипулятор, а потому что, в принципе, к сожалению, в нашем обществе не очень-то принято делать комплименты. Вы много слышите комплиментов в свой адрес? А я нет. Да, сколько раз в день? Обычно утром больше всего, наверное, два. Кем вы работаете? Где? Как вы их заставили делать комплименты? Ну, тогда сравним с Америкой. Сколько там комплиментов на душу населения и сколько в Украине? Вот, нон-стоп. Да, совершенно верно. То есть по сравнению, я сравниваю с Америкой. По сравнению с Америкой здесь на лицах людей часто неподдельная ненависть. Вместо натянутой американской улыбки, да, есть такой анекдот про это. Я его и цитирую. Поэтому лучше делать комплименты. Комплимент какой должен быть? Точный, искренний и короткий. Главное, короткий, да? Сказали, чему нельзя делать комплименты? Тому, что задевает эго человека. Качеством, особенно деловым качеством в бизнесе, в IT-бизнесе, необходимо делать комплименты, подчеркнуть деловитость, как он быстро схватывает мысль, как он не опаздывает, вовремя приходит, пунктуален. Это все очень приятно, нужно это подчеркнуть. И это будет рапортом к вашему общению. Итак, манипуляция – это одна из ступеней варварского общения, варварского влияния. Почему? Потому что она нарушает все законы общения цивилизационного и идет напрямую на пролом, нарушая волю в разрез с волей адресата. Есть экологичное, конечно. В психотерапии, воспитании начальник может манипулировать ассертивно, то есть с позиции вин-вин, а может и подчиненный начальником, если он хочет его поменять в хорошую сторону. Девушка может манипулировать парнем, чтобы он бросил курить, к примеру, самый простой пример. Это ассертивное влияние. Вот оно, когда две стороны вроде бы выигрывают, но грань очень тонкая, потому что тот же парень, может это его желание курить, он хочет курить, да, и все равно это нарушает его волю. Далее, ужасающая статистика. Сколько людей на работе сталкивается с манипуляциями, сколько в семье. Но я думаю, что соврали, и цифра слегка занижена. Женщины манипулируют больше, чем мужчины. Старшие руководители больше, младших уже опытные. Даже опытные уже. И, конечно, под 100% практически все люди хотят защититься, научиться защищаться от манипуляций. Или экологично, будем говорить, что все-таки цели экологичные, научиться. В межличностных конфликтах тоже манипуляция именно становится яблоком раздора. И конфликты в семье вот уже, видите, больше 51% признают. Итак, как распознать манипулятивную подачу информации? Очень часто это завышенный темпоритм. Например, самый простой из примеров это подпишите по коридору бумажку, подмахните на это. Начальник, не вникая, что-то подписывает, но это оказывается потом ему во вред. Это быстрый темпоритм, некогда думать. В маркетинге это что? Акция заканчивается сегодня, только до первого числа вас подгоняют. Значит, могли бы быть уже далеко, но если еще здесь, значит это обман. Дробление на мелкие порции, компоновка тем, очень частый прием. Новости так манипулируют. Так ставятся на голосование вопросы, чтобы два плохих и тот хороший тоже очернить, потому что мы эмпатичны, мы продлеваем шлейф эмоциональный и переносим этот шлейф на другие вопросы. К сожалению, это очень частый момент. Какая-то секретность и какая-то ссылка на авторитеты. Что происходит, посмотрите на экран, с голосом манипулятора, что с темпоритмом, что с тоном. Возможно, опять же, там слезы. Очень часто начальством манипулируют женщины. И, конечно, взгляд допытливый и цепкий, чтобы манипулятору вы ответили обязательно. Поэтому один из моментов разрыва контакта – это увести глаза, а лучше уйти, разорвать контакт. Не я сказал НЛПшнике, что мы, безусловно, эмоциональные и, безусловно, подсчитали, сколько же мыслей. Примерно 500 в день и 9 к 1, к сожалению или к счастью, но негатива в 9 раз больше, чем позитива в наших мыслях. Это неудивительно. Почему? Мозг набрасывается на негативную информацию, потому что там есть, что решать. Там есть, о чем думать. Позитив наш мозг воспринимает абсолютно ровно. Так и выстраиваются новости и все инфопрограммы. Когда телевизионщики пришли к психологам и спросили, как наполнять новости, те сказали – только негатив. Негатив. Человек согласен шерить, распространять, пересказывать. А последняя новость о том, что в зоопарке… Девочки, сейчас рассажу. О том, да, и по журналу вызову. О том, что в зоопарке родилась пандочка, она же неинтересна, по сути. Мы не будем ее пересказывать. Поэтому любая бабушка у подъезда будет шерить только негатив. Вот это гениальный совершенно слайд, гениальный Уэллс сказал о проблемах нашей коммуникации. То есть мы всегда говорим одно, думаем, что нас поняли так, как мы думаем, но другие люди совершенно не так понимают, как мы подумали и даже не так, как подумали они. Тут немножко такая путаница, но все запросы топов или запросы менеджмента «Меня на работе не слышат или не так понимают» начинаются на самом деле с самого примитивного. Мы не так говорим. Потому что ответственность за коммуникацию лежит на коммуникаторе. Это не ты меня не так понял, это, возможно, я не так выразился. Но мы редко так говорим. В основном это они дураки, а мы же имели в виду доброе, светлое и вечное. Любая сфера сервиса, общение с ними. У нас в Украине, я считаю, просто катастрофа, как люди общаются с сервисом. Манипуляция, начинающаяся с семьи, а можешь чайник поставить, а можешь мусор вынести, а можешь дверь закрыть. Это не прямая просьба, а уточнение возможности. Что вы делаете? Выполняете просьбу, которую сами придумали, сами согласились. И вот это и есть манипуляция. 10 из 10 возле кассы Макдональдса говорят, а можно кофе, можно бургер, можно меню, можно пирожок. Откуда знает несчастная или несчастный за вильной кассой, можно ли вам кофе? Они же не доктора. Сахар в крови не меряли. Анализы, сейчас тема анализов бурно обсуждается. Не брали. Давление тоже не меряли. Откуда они знают? Вы пришли, заказали, платите деньги. То есть люди элементарно не общаются с сферой сервиса, не говорят, что им нужно. Вы скажите, что вы хотите. Скажите это вежливо, скажите это волево. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, принесите, пожалуйста, насыпьте, налейте. Что вы хотите, я не знаю. И они не знают. А догадываться можно ли? Вы потом получаете не то, не тогда, не с теми и не так. Дальше. Что делает манипулятор? Обещает, намекает, читает мысли и обязательно побуждает вас к действию. Вот основные манипуляции, на чем базируется. Вина и страх. Это то, на чем нас воспитывают родители. Воспитывают таких детей до сих пор в Украине. Особенно страх, да, тебя баба и заберет. Милиционеру тебя отдам и прочие дела. Любовь, секс. Ну это уже дети выросли, идет шантаж на этом. Надежда, кормление завтраками, обещания. На тщеславии очень много манипуляций. На жадности, на обиде. Так, я обиделась, не подходи ко мне, я с тобой не разговариваю. На иронии, подначивании и зависти, конечно. На гневе и невежестве. Очень распространенная манипуляция на невежестве по работе. Чтобы вы осознали, что вы что-то не знаете. Как работать, спросите меня, я отвечу с этой манипуляцией. Справедливость, новизна, порядочность и патриотизм. Не только по отношению к стране, но и по отношению к компании. Какие мы все молодцы. Мужественность, какой ты после этого мужик. Женственность, месть и доверие. Вот это основные инструменты, которые задевают наши чувства. Раскачивают лодку наших эмоций. А это и есть главная задача манипулятора. Увести нас либо в оправдание, либо в агрессию. Как вы можете распознать, что вами манипулируют? Ощущаете психологический дискомфорт? Остро начинаете чувствовать следующие вопросы? Чувствуете, что на вас перекладывают ответственность? И еще обязательно следите за невербаликой манипулятора. Она будет какая? Какие жесты, какая поза, что он будет делать? Какая-то такая дерганая, суетливая, торопливая. То есть будет тело всегда выдавать, потому что тело не врет. Походку контролирует не головной мозг, а спинной. Походка не врет. Жесты также нельзя поставить, нельзя проконтролировать полностью головным мозгом. Уже надо вработать привычку, как наши кандидаты в президенты. Гриценко-Порошенко, например, это коробка. И все, вот по коробке движешься. И сразу волевая картинка. Поставлено? Поставлено. Больше ничего нет. Вы чувствуете, что шкурка не стоит вычинки, а игра свеч, если вами манипулируют. Ощущение принуждения, быстрая подача и вот те заготовленные речевые модули, с которых я начал. Они обязательно присутствуют. Ваши защиты это не давать информации, не показывать слабости, вовремя сказать нет, волево. Причем через не хочу это делать и не буду, а не через не могу. И быть максимально нелогичным, непредсказуемым. Потому что манипулятор рассчитывает на логику. Мы все воспитаны в этом паттерне, в логике. Подмена тезиса и рефрейминг, ваша борьба с негативом и провокацией, которая может быть использована против вас манипулятором. То есть вы подменяете, если ближе к бизнесу, например, ваша компания постоянно срывает сроки поставок. Если я произведу рефрейминг и уведу в позитив, я скажу сначала пристройка, действительно, вы правы. Как и в любой компании, у нас есть незначительные корректировки сроков. Где негатив? Все разбивается о ваш позитив. Поэтому научиться переделывать, переливать негатив в позитив, это блестящее оружие, ваше против манипуляторов. Как сказать нет, если вы вдруг испытываете потребность в этом, то присоединение и отказ обязательно согласитесь, и все же нет. Нет, психология учит нас ставить в конец фразы, потому что так будет волево и так будет более твердо по ответу. Вы можете уйти через сожаление. Сожалею, но нет. И любые формы, как вам, жаль, но нет. Это сервис обычно нам говорит. Вы можете через вынуждение уйти. Вынужден отказаться. Это тоже люди принимают, воспринимают. Вы можете через опасение пойти. Боюсь, но вынужден отказаться тоже. Тут и боитесь, и вынуждаетесь. Да, но Бернард Шоу сказал, что мало мы говорим нет, а в основном говорим да. Поэтому, если вы чувствуете все, что мы ранее говорили, принуждение, дискомфорт и то, что вами манипулируют, на раннем этапе лучше сказать нет. Ошибки в ответе. То, чего от вас ожидает манипулятор в любом случае. Это оправдание. А у нас кто оправдывается, тот и виноват. Правда же? Или агрессию. То есть он вас выводит на агрессию, добивается ее. Потом что он говорит? Да я просто спросил. Что такое психованный? Я же ничего. Я уточнил. И опять же очерняется ваш образ, дискредитируется. И манипулятор победил. Он победил в двух случаях. Либо вы пошли в оправдание, либо пошли в агрессию. Святой Иоанн Дамаскин сказал, что лучше все-таки светлым умом, а может быть и хитростью, перехитрить манипулятора, но не уйти в агрессию. Хиты. Разберем несколько хитов манипуляций. Сейчас глянем. Хорошо, идем. 20 минут. У меня всего 40. Вы помните? Оставить время на вопросы? Есть у вас кейсы свои какие-то или уточнения? Сразу придумывайте. 5 минут оставим. Итак, может быть ложка дегтя, такая манипуляция распространенная, когда по одному элементу вашей слабости весь ваш образ дискредитируется. У меня это было в театральном университете. Глава кафедры заставляет всех, ну ее заставляет, она заставляет писать комплекс, навчально-методичный комплекс дисциплин. Вот такая большая папка получается, где преподаватель должен прописать все свои лекции, часы и так далее. И одна наша преподавательница, она это сделала, но она не сделала табличку в Excel, какие часы лекционные, какие индивидуальные и так далее. И просто распечатала в стол. Глава кафедры, которая имела на нее зуб, видимо, при всех на защите этой работы вырает эту страницу, рвет, бросает в нее и говорит, Да какая вы преподаватель после этого? Вы же даже таблицу в Excel написать не можете. Та расплакалась и вышла. Манипулятор торжествует. Что нужно было сделать, какое противоядие применить? Первое. Вместо того, чтобы расплакаться, уйти, нужно было присоединиться к манипулятору и сказать, Послушайте, как я вас понимаю, ведь от вас тоже требуют этого, и мы все должны это делать. Безусловно, вы правы. И в то же время озвучить разрыв логики, потому что у манипулятора всегда притянута логика, на самом деле ее там нет. И сказать, я правильно поняла, что если Лена, секретарь или лаборантка, сейчас наберет это в Excel, вы же примите мою работу. Мне надо всего полчаса. Вот и нет манипуляции, потому что вы показываете, что какая-то мелочь не может очернить весь ваш образ. Но, друзья, опыт этот весь, и все дело в том, что мы должны быстро сориентироваться, быстро сообразить и иметь этот заготовленный желательно ответ на каждый из случаев манипуляций. А их миллион, да, и его не может быть заготовленного. Но если вы ухватите, куда не нужно идти, а куда нужно, то вы сообразите гораздо быстрее. Когда слова расходятся с делом, вас на этом ловят. Ну, самый простой бытовой пример. Мама страдает лишним весом, воспитывает дочку-балерину, сама жрет 12 ночи у холодильника, а дочке запрещают есть, да. И что дочка скажет? Она говорит, мама, ну ты же сама объедаешься, что ты мне есть не даешь. Что делать, если ее на этом поймали? Только одно противоядие именно поймали. Именно потому, что я жру, я тебе об этом и говорю. Посмотри на меня, ты же не хочешь быть такой, вот и все. Логику переворачивает именно поэтому. Вы знаете, любое дорого разбивается об именно поэтому, да. Там, например, у вас дорого. Именно поэтому это покупают люди, которые не хотят платить дважды. Именно поэтому, потому что это качественно и так далее. Именно поэтому оправдывает практически в любом случае вас перед манипулятором, но оправдывает без оправдания. Бывает личная выгода. Вы американский шпион, это сказали одному из политиков. И он, к счастью, нашелся, он знает, что делать в этом случае и вырулил. Дело в том, что когда вас обвиняют во взятке, в коррупции, я не знаю, там, в какой-либо личной выгоде от чего-то по работе или по жизни, все, и это публично происходит обычно, да, все, что вы скажете после, будет звучать как что? Как оправдание, конечно. И уйти вам некуда, кроме единственного хода, уйти в абсурд, да. То есть политики постоянно этим пользуются. Если есть публичное обвинение, например, вы американский шпион, нужно согласиться, пристроиться через соглашательство, конечно, вы абсолютно правы, я американский шпион. Вот мой портфель, там красная кнопка, с Трампом я созваниваюсь утро-вечер, и если только надо, все рванет, это точно. Кто-то еще верит, что я американский шпион? Вот тот же смех, что в публике, да, эть, провокатор. И, конечно, человек уходит. Почему? Потому что его манипуляция разбилась по публику. Только так. На переговорах, это то, что может пригодиться вам. На продажах люди, скажем, нечистоплотные в переговорах, могут использовать все вот эти приемы. Они специально путают имена, должности, шуршат ручками, щелкают, шуршат бумагами, выходят звонить. То есть всякая вот такая невербалика обесценивает ваши предложения или то, ради чего вы собрались. Что с ними делать? Можно вскрыть манипуляцию и сказать, послушайте, эта манипуляция, я ее знаю, она со мной не работает. А можно пойти через вскрытие уточнения, да, чего вы этим добиваетесь. Я вас просил этого не делать. Зачем вы это делаете? Зачем вы это повторяете? Для чего именно? Вы ставите уже манипуляторов в позицию оправдательную и пусть выкручивается, зачем он это делает. Есть подмазывание. Это наше тщеславие любимое, когда высказывается комплимент, и тут же загоняется команда, да, вы как человек, вы наше светило и так далее, идет всякая лесть. И, к сожалению, на людях статусных, на людях старших это иногда срабатывает. Им легче выполнить вот ту просьбу, но остаться белыми пушистыми, их же так похвалили. Что делать? Обязательно благодарить за комплимент. Комплимент принимать всегда из любых уст. Спасибо, благодарю, мне приятно, да, спасибо, я знаю, да, благодарю. И отказываться по команде. Как отказываться, вы уже знаете. Сожалею, но нет. Вынужден отказаться, нет. И все, мухи отдельно, котлеты отдельно, и не работает уже ничего. Возраст, опыт, статус. Частая манипуляция. Опять же, люди старшего поколения могут нею пользоваться. Ты сначала вот это, а потом вот это, и вот это, и вот это. Что с этим делать? Ломать сценарий через комплимент, потому что манипулятор не ожидает от нас соглашательства. Спасибо огромное за ваше мнение. Ценю, уважаю. Безумно уважаю вас, что вы 30 лет у станка на этом заводе. Не каждому дано. И в то же время, и здесь показываете, конечно, разрыв логики, да? То, что я молодой специалист, не говорит о том, что я полный идиот, правда? Вот и все. Показать разрыв, и дальше уйти в рационализацию. У Бернарда Шоу был этот случай, и он блестяще, как всегда, нашелся. Он критиковал картину на одной из выставок, но, к сожалению, он не знал этого художника, он стоял рядом, выслушал поток критики Бернарда Шоу, вспылил и сказал, да как вы можете? Вы не написали ни одной картины, вы критикуете художника. И он сказал, я не снес ни одного яйца, но во вкусе яичницы разбираюсь получше любой курицы. Тут такая двойная контр-манипуляция. Ну, Бернарда Шоу был гениален в этом. Идем дальше. Любые передергивания, даже если у вас были благие намерения, и вы говорили, ты сегодня шикарно выглядишь, а вчера я что, плохо выглядела? Вот с этими саркастическими элементами, что мы делаем? Либо вы сразу найдетесь, и можете присоединить и передергнуть в ответ, либо вы просто остановитесь, скажете, что не нужно передергивать, таким образом вскроете манипуляцию, либо уйдете на шутку, ты хорошеешься с каждым днем, именно это я хотел сказать. Тут уже нужно найтись, но нужно себе дать эту свободу, понять, что вы можете это делать. Экстрасенсы, психологи, такие внештатные, да, люди все у нас знающие, я знаю, что у тебя на душе, я знаю, о чем ты думаешь. Брось Ленку, она тебе не пара. То есть любые советы, которые уже все решено за вас, да, люди старшие обычно это делают, что с ними делать? Ваши советы, как касторка, их легче давать, чем принимать, касторка это слабительное, я не знаю, да, обязательно указать, опять же, на разрыв логики, а вы экстрасенс или психолог, очень интересные советы, но психолог у меня уже есть, и обязательно направить в конструктив, да, чтобы вы ушли от негатива, чтобы вы ушли от даже нейтралки, пошли в позитив и обязательно конструктивно. Навешивание ярлыков, любые ярлыки по работе, это страшная штука, друзья. Кто-то приходит, у нас нет достаточной информации о человеке, и этот человек будет восприниматься исключительно через ярлык, да, что делать с этим? Остановить стоп-ярлык, значит, моментально сказать, на раннем этапе только до вас дошли слухи, что это ярлык, или вы где-то краем уха услышали, не нужно вешать ярлыки. То есть отодвинуть от себя ярлык обязательно, уйти в юмор или довести до абсурда, слушайте, он завалит этот проект. Ну, конечно, я завалю, не такие проекты заваливали, ради бога, да, отшутиться. И вот эта внутренняя сила, которая есть у вас, а именно критическое мышление и свой стержень внутренний, волевой, должны вас уберечь от танцев под чужую музыку, и всегда принудить вас слушать свою гармонию и свою мелодию. Запомним, что любой ответ на манипуляцию, это не агрессия, да, нельзя уходить, срываться на крик. Это продукт как раз нашей соображаловки, что мы найдемся ответить. Всегда, особенно и на работе, особенно в семейных отношениях, или даже в семейных манипуляциях, Вот эти три слова, если вы повторяете их часто, они спасут вас от манипулирования. Прости, прошу, благодарю. Чаще повторяете, формируете поле взаимопонимания, формируете поле любви, и там, где есть любовь, там нет места манипуляции. Такая психологическая защита, на что вы имеете право? И на ошибку, и быть непонятным, и логичным. Если вы сами это признаете, против вас очень трудно манипулировать. Если вы говорите нет, если судите себя сами, не зависите от мнения окружающих, и не оправдываетесь, все с вами хорошо. Не принимаете, не берете на себя чужую ответственность, и не объясняете свое поведение, и отстаиваете свои границы, свое я. Легко озвучиваю чувство желания, делаю то, что хочу, спокойно говорю нет, расстаюсь с манипуляторами, или ограничиваю общение, и защищаю себя психологически. 10 способов защиты мы только что разобрали. Вот список литературы, если вы хотите узнать больше о манипуляциях, именно от профессионалов, психологов, как защититься, и как применять, в общем-то, ассертивное влияние, и не уходить в негатив. Но, хотите еще? Ты смотри, заинтересовал этим. Да, потому что это действительно актуально, это сейчас тренд, и это основа нашего эффективного общения, поэтому поинтересуйтесь, пожалуйста. Все манипулируют всеми, манипулируй, ибо манипулируем будешь, говорит один из профессионалов в этой теме. Это мои контакты, Андрей Бурлуцкий. Благодарю. Вопросы есть, друзья? Добрый день, дякую за презентацию. Добрый, дякую. В меня таке запитание. Часто манипуляции бывают сведомыми, вот как вы рассказали, а иногда они бывают несведомыми, как, например, дети манипулируют. Чи важлива это сведома, или не сведома манипуляция? Чи есть какие-то подходы, как работать с одной и с другой? Насколько правильно использовать эти приемы с теми людьми, которые там несведомо манипулируют? Добрый, понял. Дякую за запитание. Дуже просто, друзья. Действительно, я верю в то, что есть несведома манипуляция. Завдание ваше, если вы страждаете от нее, перевести ее в сведомо и на сведомом поле объяснить людьми, скрить эту манипуляцию, что так делать не следует. Суперечливое вопрос, что дети манипулируют несведомо. Ну, приемов-то они не знают. Съяснили, что дитина трирична, заходячи в комнату и, видя родичей, бабца, тато, мати, абсолютно чётко понимает, с кем она сегодня, в каких отношениях, до кого подойти, что попросить. Сьогодні я с мамой лучше пиду до мамы, тата я сьогодні игнорую, бабца, ну, таке, so, so, обещала Морозова. Вона прекрасно це розуміє. І от тут я би не виправдовував дітей, тому що Достоевский еще сказав, діти в школе, народ пидлий. Так що тут питання, чи це несвідомо, чи свідомо. Але усвідомити, перевести в площину свідомості наше завдання, аби вже на тому полі боротися з маніпуляцією. Дякую. Ви приводили ряд примерів, які достатньо так распространені, але вот интересно, як чоловік, який давно роботає з маніпуляціями, якщо не секрет, можете привести з вашого опыта нескольких последніх років какую-нибудь маніпуляцію, яку вам не вдалося розпознати, і все-таки що з таким робити? То есть, даже якщо є опыти розпознання маніпуляцій, все равно ми можем на це повестись. Що робити в такому случаю? То есть, якщо вже литература пройдена, як от такого защіщатися? благодарю. Обычно, знаєте, коли ми можем растеряться, не знайтися, вряд ли ви растеряєтесь, возможно, на переговорах, в общем-то, ми примерно понимаємо, якщо є опыта, навіть якщо є опыта публічних выступлений, дуже часто люди, к сожалению, на сцені, з-за того, що багато об'єкта внимання, можуть потеряться з-за провокации зала, і ви сразу не понимаєте, що робити, а публіка, що це таке, колкає, остре, сказала, що мені кажеться, що люди чаще всього теряються з-за, але потрібно входить, якщо, є багато віщі, але ви в опыте можете проаналізувати і понять, куди може потрібно врулювати. Ну, із последнєго у мене був буквально на той неделе случай, це може це нормально, це не значить, що публіка проти вас чи не проти вас. я долго розказував, у вас нет видео, а я покажу ще видео своих фильмів, дубліжей, реклам і так далі. І вот жінчина говорит, Андрей, ви 10 минут розказували про свої регалии, а мені неінтересні регалии, я хотів знайти, че-то полезне, а че це про регалии слушати? що і відповіді? що і відповіді? Спорити с ней ниніля. Не, ну подожди, да, именно тому, що є регалии, я перед вами стою, я і так і об'яснил, і потрібно говорити о своїх регалиях, говорити достоинствах. Я їй сказав, коли ви йдете к своїм клиентам, к своїм партнерам, що-то хочете продати, об'язательно говорити о достоинствах, іначе як ви будете нагнетати ценность того, що ви делаєте. вони ж вас обесценят на раз, так, як она попыталась обесценить мене. Но нужно возвращать абсолютно бесконфликтно с желанием научити і помочь. Вот це, понимаєте, а ваш позитив разбивається люба манипуляція, какая б она не була. Их миллионы, знати ми не можемо, но можем примерно около наших техник ответити. Это моя задача дати вам эти техники сегодня. Я хотела вспомнить, вы говорили про невежество на работе, вот как с этим работать, потому что люди дали. Блестящий вопрос, блестящий, благодарю. Значит, ребят, очень часто могут пытаться вас подловить по работе на том, что вы не знаете, уличить, обличить, ага, и так далее. Что делать? Во-первых, сознаться. Первое, это сознаться, не бояться. Вы не должны всего знать в правилах, позволить себе что-то не знать. Вот это первое. Я не всезнайка, я тоже абсолютно не все знаю, но в том, в чем я разбираюсь, я пытаюсь вам это донести. Значит, только вас спросила какая-то подруга или коллега по работе, а ты вот эту книжку что, не читала? Ой, слушай, клевая книжка, наверное, не читала, пропустила просто. Сейчас пять книжек на полке лежат, читаю подряд, а эту не читала. Расскажи, а что там, расскажи. И вот в 80% случаев манипулятор тоже не читала эту книжку и ничего вам не расскажет. Поэтому вернуть обязательно, слушай, не пропустила, но так интересно, расскажи и слушайте внимательно и проявляйте все активное слушание, прям вникайте, вот что будет. Уверяю вас, чаще всего они сами это не знают. А знают, они вам расскажут. И вы скажете, круто, слушай, молодец, беру в работу, читаю. И нет манипуляций. Благодарю, манипулируйте и защищайтесь. Спасибо.